Вы только что вернулись из Давоса, вот у меня к вам такой вопрос, вот так сказать, с Давосской точки зрения на украинскую экономику. Есть ли шансы в ближайшие годы у нас, ну я не говорю о европейских экономических лидерах, но догнать хотя бы наших соседей по Восточной Европе? Что в ближайший год должна принять Рада, какие законопроекты, чтобы и доходы граждан, и украинская экономика развивались как-то стремительней, что ли? Прежде всего, дякую за хорошее вопрос, потому что вы очень четко поставили проблему. Если не будет развиваться экономика, то на самом деле все реформы, про которые мы сейчас говорим, реформы медицины, учебы и что-то еще, нет для кого будет делать, потому что люди просто выйдут из Украины, или на Польшу, или на другие какие-то страны. Шансы у нас всегда есть, потому что Украина, это на самом деле очень много на ресурсы страны. Теперь вопрос, что мы должны сделать? Мне кажется, что первое, мы должны понимать, что Украина экономически репрессирована страна, что у нас очень много вещей оборонено. Это раз. Другое, нужно учиться на лучшем опыте, который есть в мире. Ну, в Давосе, например, про это постоянно говорят. И третье, там есть моя позиция, что мы должны сделать, да, я вважаю, что действительно должна быть достаточно сильная приватизация, потому что много у нас объектов, которые просто государство не может управлять. Я вважаю, что ключевая, и это подтвердит и президент Украины, и международные наши партнеры, ключевая реформа, это и земельная реформа, потому что она запускает много позитивных вещей. И далее я бы дал свободу и не втручание в государство в многое с галузей, ну, наразе, да. Потому что, если, например, посмотреть, у нас государство не занималась интернетом, и он выник. И у нас, на самом деле, достаточно хороший, качественный интернет. Сейчас, например, у нас также нет государственной политики с приводу дизайнеров, но у нас дизайнеры одежда достаточно конкурентные, и они много там генеруют интересных идей. И так можно продолжать. Поэтому, мне кажется, меньше втручание в государство, в экономику, и, на самом деле, реформа земли. Я бы, там, какие-то, наверное, дискуссийные вещи, но я бы начинал легализовывать выращивание канапли, как для медических целей заходов. Это сейчас, конечно, большой бизнес. Я бы, в том числе, легализовал все, что уже есть в государстве, но оно, как бы, працюет в черной стороне рынка. Это, там, легализация, выработка бурштина, грамотная легализация казано-то азартных игр. И много-багато таких других вещей, которые, все-таки, дали бы людям реально. И легально працювать, сплачивать податки, и, соответственно, подвищивать доходы всех грамотанок. Вы назвали целый ряд вопросов, которые, в общем-то, у нас тормозятся. Долго обсуждаются, уже многие годы, но многие годы и тормозятся в Верховной Раде в том числе. Давайте, все-таки, наверное, спрошу у вас еще о земельной реформе, да, о легализации рынка земли. Вы один из самых активных сторонников открытия рынка земли. Вы вообще верите, что в ближайшие годы этот вопрос двинется с мертвой точки? Не многие в парламенте ваши коллеги хотят получить вот те миллиарды, обещанные за легализацию. Посмотрите, первое, рынок земли уже существует, он просто-напросто не генерует для державы никаких доходов и податков. И цена, по которой купуется земля у украинцев, она, на мой взгляд, в два раза меньше, чем то, которое было бы для начала. Я, насправді, на жаль, должен признать, что в этом до президентских, до парламентских выборов у нас не будет запуску рынка земли, в первую очередь через политические риски, хотя все, очевидно, понимают, что рынок нормальный, качественный, цивилизованный, он должен быть. Я, зі своего боку, просто буду цей рік присвящен тому, чтобы максимально качественно подготовить законодательную базу и объяснить громадянам Украины, экспертам, коллегам, партнерам, что, ну, насправді, якось, треба уже рухатися в більш, ну, якось, розумієте, не жити старыми забобонами сторічної давнини, а якось цивилизованими прогрессивным світом бути на одній стороні. Спасибо, Алексей, за ваши ответы. Я, конечно, не уверен, что украинские дизайнеры и большие урожаи конопли возродят украинскую экономику, но во многих аспектах, сказанных с вами, в принципе, я согласен. Спасибо, Алексей Мушак.